Тема урока общество и общественные отношения. Тема нашего урока общество и общественные отношения. Само по себе общество не существует в вакууме, поэтому мы будем рассматривать его во взаимосвязи с природой. Общественные отношения пронизывают все сферы социальной жизни и базируются на материальной и духовной культуре. В связи с этим обстоятельством необходимо рассмотреть взаимодействие общества и культуры. Поскольку существует множество определений термина общества, их принято делить на две группы. В узком смысле общество – это определенная группа людей, объединенных каким-либо общим интересом, общностью происхождения, общими целями. Например, общество книголюбов – дворянское общество. К этой группе относится общество как ступень развития цивилизации – первобытное общество и как население целой страны – российское общество. Под обществом в широком смысле понимается обособленная от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, включающая все способы взаимодействия и формы объединения людей. То есть общество рассматривается как все человечество в целом, в прошлом, настоящем и будущем. Такой подход дает возможность рассмотреть социальные явления, тенденции развития, выделить закономерности процесса формирования общества. Совокупность индивидов можно считать обществом только в том случае, если они тесно связаны друг с другом в течение длительного времени. Такие отношения, относительно устойчивые, затрагивающие важные стороны жизни человека, называются общественными. Вступая в сложную и разветвленную систему взаимоотношений, люди становятся зависимыми друг от друга. В современном обществе с глубоким разделением труда каждый человек зависит от общества в удовлетворении собственных потребностей. Продукты и одежду люди покупают в магазине, общаются через интернет, кинофильм смотрят в кинотеатре. Население страны должно подчиняться законам. Это правовые и общественные отношения. Граждане участвуют в референдуме. Это политические и общественные отношения. Музыкант, исполняющий песню на международном конкурсе, вступают в культурные взаимоотношения. Итак, общественные отношения существуют в разных областях деятельности человека. Они скрепляют общество, способствуют наведению общественного порядка и контролю за ним. Общество тесно связано с природой, хотя в современной науке эти понятия разделяют. Под природой понимают естественную среду обитания человечества, которая существует наряду с социальной средой. Природа обуславливает задатки человека и его здоровья. Благодаря ей человечество наслаждается стихами Пушкина и музыкой Моцарта. Природа влияет на производительность труда и хозяйственную специализацию регионов. На богатых черноземных землях население занимается земледелием, а в степи – животноводством. Землетрясения, цунами и наводнения даже при современном уровне развития цивилизации являются стихийными бедствиями, которые невозможно предотвратить. Природа оказывает сильное влияние на духовную сферу. Картины Шишкина, народные песни воспевают красоту природы. По мнению историка Ключевского, природные факторы – лес, реки и степь – сыграли важную роль в формировании менталитета русского человека. Необходимо отметить, что природа существует и существовала всегда. Она живет по своим законам и способна развиваться независимо от общества. Изначально человек воспринимал себя как часть природы, но начиная с нового времени, общество стало потребительски относиться к ней. И сегодня мы находимся на пороге экологического кризиса, практически на грани вымирания. Поэтому очень важным является осознание людьми ценности природы и изменение поведения по отношению к ней. Несмотря на зависимость от природных условий, у общества есть преимущество. Оно способно к созданию второй природы – культуры. В широком смысле под культурой понимают все виды и результаты преобразующей деятельности человека. Как правило, выделяют материальную и духовную культуру. Это деление очень условно. За каждой материальной вещью стоит замысел, а результат духовной культуры, как правило, воплощается в материальных объектах. Например, музыка в нотах. К материальной культуре относят построенные человеком города, дороги, засеянные поля, изобретенную технику. Ей принадлежат и измененные человеком природные объекты. От рогатиной и палки-копалки до ландшафтного дизайна. Духовная культура включает в себя художественные произведения, открытия науки, духовные ценности и тому подобное. Эта культура в узком смысле слова. С одной стороны, культура характеризуется историчностью и огромным многообразием. Практически каждый народ создал свою самобытную цивилизацию. С другой стороны, всем культурам присущи схожие черты – культурные универсалии. К ним относят развитие языка, институт брака и семьи, воспитание детей, религиозные ритуалы. Итак, общество – это цельная система, которая скреплена взаимосвязанными социальными отношениями в разных сферах деятельности человека. Важнейшим фактором общественного развития является природа, которая обуславливает физические данные человека, его духовную культуру и влияет на производство. Человек для удовлетворения своих потребностей создал вторую природу – культуру, вне которой он уже существовать не может. Природа и культура долгое время противостояли друг другу, что привело к экологическому кризису в масштабе всей планеты. Поэтому очень важным является изменение поведения человека по отношению к природе.